Ящерица А теперь представьте, что это не выдержки из научной фантастики, а задачи, которые уже сегодня ставит перед собой новая область науки – регенеративная медицина. Исследования в этой области активно ведутся в Казанском федеральном университете в Центре превосходства регенеративной медицины. Вот процессы, которые запускаются в организме, как у животных, так и у человека, они в чем-то идентичны, в чем-то они похожи друг на друга. И мы исследуем, как эти процессы можно было бы стимулировать. Для этого есть несколько подходов. Например, сейчас очень активно разрабатываются методы генной терапии, когда в организм вводятся, в клетки организма вводятся генетические программы. Для чего в организм вводят генетическую программу с помощью генноинженерных конструкций? Для того, чтобы организм начал самостоятельно синтезировать необходимые ему вещества. То есть вводя генетическую программу, мы как бы учим организм излечивать самого себя. Этот метод может облегчить жизни людей, которым приходится постоянно принимать лекарственные препараты. Например, больных диабетом, которые вынуждены принимать инсулин каждый день до конца жизни. С помощью генной терапии организм не будет больше употреблять готовый материал в виде лекарства, а получит программу, чтобы самому синтезировать в своих клетках, как в биологических фабриках необходимый лекарственный препарат. Подобные исследования ведутся в научно-исследовательской лаборатории генной клеточной технологии Центра превосходства регенеративной медицины. Всего в Центре семь таких лабораторий. Например, в лаборатории нано-биотехнологий там разрабатываются специальные нано-носители, которые также могли бы, например, доставлять терапевтические гены в организм человека и животных. Ускорять процесс регенерации в организме благодаря своему терапевтическому потенциалу способны фрагменты белков. Это искусственные полипептиды и пептиды, синтезом которых занимаются сотрудники еще одной лаборатории – биоактивные полимеры и пептиды. За последние годы произошел бум экспериментальных исследований с использованием стволовых клеток для лечения самых разных заболеваний. Ученые разрабатывают всевозможные способы для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний – болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера, повреждения опорно-двигательной системы. Над этим вопросом работают сотрудники лаборатории микробных биотехнологий. Направление исследований в рамках Центра Превосходства не только многочисленные, но и междисциплинарные. Одна из лабораторий Центра занимается проблемами 3D-печати. Сотрудники Инженерного института Казанского федерального с помощью аддитивных технологий, то есть 3D-принтера, печатают каркасы и импланты, которые можно использовать в медицине. Например, берется фрагмент костной ткани, который полностью повторяет дефект в организме больного. На 3D-принтере печатается ее недостающая часть и засеивается выращенными клетками пациента, для того, чтобы организм не заподозрил чужака и не произошло отторжения. Благодаря таким технологиям врачи могут использовать распечатанные под заказ фрагменты кости как кусочек мозаики, для того, чтобы организм использовал этот имплант в качестве заплатки для восстановления поврежденной кости. Отличительной особенностью Центра регенеративной медицины Казанского университета является разработка технологии 3D-биопечати. В отличие от обычных 3D-принтеров, которые печатают на неживой материи, пластике или металле, 3D-биопринтер способен печатать живыми клетками. Потенциально в будущем это выход на печать ткани и органов для трансплантации под заказ, чтобы пациенты не ждали в очереди необходимой для жизни органов годами, а могли заказать их печать индивидуально. Ну, конечно, мы пока еще далеки от этих результатов, но, как бы то ни было, разрабатываем и собственные уникальные технологии биопечати. Например, в условиях пониженного содержания кислорода. Таким образом, напечатанные нами фрагменты тканей будут лучше приживаться после трансплантации в организм. Но прежде чем проводить трансплантацию или назначать какое-либо лечение, необходимо изучить, как различные лекарственные препараты влияют на процессы в организме. Например, процесс образования тромбов и их последующее растворение – очень важная медицинская задача. Потому что если процесс тромбодинамики нарушен, кровь не свернется, и человек может потерять ее в больших количествах, как при гемофилии. А если тромбообразование слишком активное, то могут произойти закупоривания сосудов, что приведет к инсульту или инфаркту. Все это изучают сотрудники еще одной лаборатории Центра превосходства регенеративной медицины. Одна из лабораторий Центра превосходства носит название «Белково-клеточное взаимодействие» и исследует в первую очередь процессы тромбодинамики. Вы знаете, при травмах различных образуются тромбы, которые как раз используются как заплатки, затычки в организме, которые временно стабилизируют органы и ткани, предотвращают потерю крови. Сотрудники лаборатории Центра превосходства реализуют ряд фундаментальных и прикладных проектов с участием зарубежных университетов и ведущих российских медицинских центров. Ключевыми партнерами лаборатории являются университет Брайтона в Великобритании, крупный научно-исследовательский институт Японии Рикен и Будапештский университет технологии и экономики, а также институт хирургии имени Вишневского города Москва. Целая серия проектов у нас запущена с университетом Ноттингем в Великобритании. Это один из ведущих университетов мира, который входит в топ-100 лучших университетов. С ними у нас есть, например, проект по разработке методов лечения лошадей, то есть генная терапия для ветеринарии. Как известно, у лошадей очень долго и плохо заживают полученные на скачках и соревнованиях травмы, и зачастую их приходится усыплять, чтобы животные не страдали. Недавно учеными Казанского федерального университета была опубликована совместная работа с университетом Ноттингем, которая вызвала очень широкий интерес, в том числе и Великобритания, где конный спорт продолжает оставаться одним из самых популярных. В рамках этого исследования учеными Казанского федерального был разработан препарат, который содержит гены лошади. Когда животным вводится этот препарат, то инструкция позволяет клеткам лошади синтезировать белки. Благодаря этому не возникает иммунного отторжения на введение генного препарата. Учеными уже проводились эксперименты, которые показали, что введение генного препарата приводит к ускоренной регенерации поврежденных связок и сухожилий у скаковых лошадей. Предварительные данные показывают, что уже через 2-3 недели после введения препарата введен результат восстановления сухожилий, а через 2-3 месяца лошади участвуют в международных соревнованиях. Регенеративная медицина – это величайшая эволюция медицинской истории. Она сравнима с появлением антибиотиков в 20-м столетии или открытием ДНК. Это прорыв в лечении заболеваний и травм. Знания того, как регенерирует клетка, как проходят в организме восстановительные процессы, дают огромные преимущества для улучшения клинической практики и сохранения хорошего здоровья на долгие годы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова